Хорошо, мы с вами продолжаем работать с этим учебником и продолжаем говорить на тему добычи нефти и увеличения добычи нефти. Давайте более детально разберем, что такое Residual Oil Saturation и что такое Mobile Oil. Также поговорим про капиллярное число и как этот параметр связан с добычей нефти. В этом видео будем говорить об этом. Это очень важно и в книге делается отдельное примечание Advanced Issues Discussion Box. То есть эту тему авторы книги выделяют, поэтому давайте и мы попробуем ее разобрать. Смотрите, у нас есть в англоязычной литературе три термина. Residual Oil Saturation – остаточная нефтенасыщенность, Irreducible Oil Saturation – неснижаемая нефтенасыщенность и также есть Immobile Oil Saturation – неподвижная нефтенасыщенность. Это я дословно перевожу. Все эти три термина – это синонимы. Дальше вот это предложение очень важно сейчас понять. Residual Oil Saturation – остаточная нефтенасыщенность – is normally, обычно, only part – это только часть. Of the oil saturation – нефтенасыщенности, короче говоря, той нефти in the field setting, в реальном нефтеном пласте, в промысловых условиях в реальном нефтеном пласте. Acquiring at the economic end of a water float, которая там внутри пласта остается, после того, как обычное заводнение уже экономически продолжать нецелесообразно, потому что добывается, по большей части, вода, нефти добывается очень мало и недостаточно, чтобы окупить затраты. Давайте поговорим об этом предложении немножко более детально. Что здесь имеется в виду? Здесь говорится о том, что когда ваше нефтяное месторождение выходит на такую стадию разработки, при которой обычное заводнение не может себя окупить, потому что вода уже не может вытеснять нефть из пласта, это не значит, что у вас в пласте вся подвижная нефть была вытеснена и добыта. И осталось только residual oil, immobile oil, irreducible oil, это все синонимы. И осталось только вот эта остаточная нефть, неподвижная нефть, неснижаемая нефтенасыщенность, так называемая. Нет, на самом деле там у вас осталась еще и подвижная нефть. Она сидит в малопроницаемых зонах, куда вода не смогла пройти. По причине того, что вода всегда идет по пути наименьшего сопротивления фильтрации. То есть, не идеальный, не стопроцентный охват пласта заводнением conformance problem или reservoir sweep problem. Неполный охват пласта воздействия из-за неоднородности попроницаемости. Это очень важно понимать. Может быть, немного запутанно вам покажется, но если вы подумаете над этим и еще раз прочитаете, я думаю, вы поймете. Я могу повторить еще раз. Residual oil saturation – остаточная нефтенасыщенность. Или я могу сказать irreducible oil saturation – неснижаемая нефтенасыщенность. Immobile oil saturation – неподвижная нефтенасыщенность. Is normally – это обычно only part, только часть, of the oil saturation той нефтенасыщенности, или, грубо говоря, той нефти in the field setting, которая у нас остается в нефтяном пласте в промысловых условиях, occurring at the economic end of a water flurine, после того, как обычное заводнение уже экономически применять нецелесообразно, потому что вода не вытесняет достаточное количество нефти. Пойдем дальше. Residual oil saturation during water flurine. Остаточная нефтенасыщенность при заводнении is most often наиболее часто determined определяется in the laboratory setting в лабораторных условиях by conducting flooding experiments путем приведения фильтрационных исследований, фильтрационных экспериментов. In representative – на представительном, взято в кавычки, and homogeneous – и однородным, тоже взято в кавычки, matrix rock – матричном или пористом образце горной породы. Почему слово representative в представительном и homogeneous – однородном, взято в кавычки? Потому что вы никогда не найдете такой образец горной породы, который будет представительным. По отношению к вашему нефтяному пласту, нефтяной пласт представляет собой огромное геологическое тело. А образец горной породы, с которым вы будете работать, это образец длиной 5-6 см обычно. Как он может быть представительным? Но это единственный материал, который у вас есть, и приходится работать с ним. И слово homogeneous – однородный, тоже взято в кавычки, потому что на микроуровне он никогда не будет однородным. Все поры будут разного размера. Поэтому слово однородный тоже взято в кавычки. Но давайте я вам покажу какие-нибудь рисунки. Вот есть такая статья. Вот она статья. В этой статье есть рисунки. Вот, например, это лабораторная установка по фильтрационным исследованиям. Вот здесь находится образец горной породы. Здесь находится емкость с водой и с нефтью. Здесь находятся датчики давления на входе и на выходе. Они замеряют давление на входе и давление на выходе. Разница между этими показаниями называется перепад давления. Если вы перепад давления разделите на длину этого образца, вы получите градиент давления, который измеряется в мегапаскалях на метр или в PSI на фут. В англоязычной литературе. Это очень важный параметр. На этот образец создается confining pressure, давление обжима. Образец сам помещается в резиновую манжету. Более подробно я рассказывал об этом и показывал фотографии в моем видео на тему закон Дарси и проницаемость. Здесь же на выходе создается противодавление. Стоит back pressure regulator. Регулятор давления, где создается противодавление на выходе. Мы подробнее поговорим про фильтрационные исследования. Сейчас важно понять, что этот образец насыщается нефтью, потом сюда закачивается вода. И в результате они получают определенные графики. Вот, например, такие. Зависимость коэффициента вытеснения нефти, oil recovery factor, от объема закачанной воды. Вот смотрим. Например, SW. Здесь морская вода, sea water. Они закачивали морскую воду для вытеснения нефти. В результате они вытеснили более 40% нефти из своего образца горной породы. И потом уже коэффициент вытеснения нефти не увеличивается. Потому что нефть больше не выходит из образца керна. Почему нефть больше не выходит из образца керна? Потому что внутри образца керна увеличилась водонасыщенность, уменьшилась нефтенасыщенность до такого значения, при котором уже не обеспечивается непрерывность нефтяной фазы. И нефтяная фаза перестает фильтроваться через горную породу. Можно объяснить так. Или большая часть пор занята водой, и поэтому в воде очень легко фильтроваться через образец керна по сравнению с нефтью. Поэтому фазовая проницаемость по нефти снижается до очень низких значений, а фазовая проницаемость по воде растет. И здесь вы уже приближаетесь или даже выходите на значение остаточной нефтенасыщенности внутри вашего образца керна. То есть, если у вас коэффициент вытеснения нефти 50%, и вы знаете, сколько нефти изначально внутри вашего образца горной породы, вы можете рассчитать остаточную нефтенасыщенность. В процентах или в сантиметрах кубических, неважно. Но обычно рассчитывают в процентах. Давайте начнем, продолжим читать. Мы остановились здесь. The Constant Differential Pressure Fluting Experiment Эксперимент проводится при постоянном перепаде давления. Is performed at reservoir conditions. При пластовых условиях. Это температура. Обязательно должна быть пластовая. With reservoir fluids. И с использованием пластовых флюидов. Нефти и воды. The pressure gradient, градиент давления, что это такое, я уже говорил ранее, of the fluting experiment, в нашем фильтрационном эксперименте, approximates, должен быть примерно равен the pressure gradients, тому градиенту давления, occurring in the bulk of the reservoir volume, который у нас на самом деле есть в нашем нефтяном пласте during the water fluting operation при закачке воды. То есть, помимо того, что мы используем пластовые флюиды и помимо того, что мы поднимаем температуру до пластовой, вот на этом образце керна, вот здесь, у нас еще градиент давления должен быть равен градиенту давления, который у нас есть внутри нефтяного пласта. Что такое градиент давления? Это перепад давления, то есть разница давлений между давлением на входе и давлением на выходе. Разница между этими двумя значениями, поделенными на длину образца горной породы, через который происходит фильтрация наших пластовых флюидов. Эксперимент должен проводиться при таком градиенте давления, который у нас приблизительно есть внутри нефтяного пласта. Поэтому при проведении таких экспериментов мы регулируем давление на входе и мы регулируем давление на выходе. Поэтому здесь устанавливается Back Pressure Regulator. Регулятор давления на выходе. That is, residual oil saturation is determined in the laboratory setting in core blocks experiencing nearly perfect sweep efficiency. И важно отметить, что ваш образец керна это один слой. Макро неоднородности у него нет. У него есть микро неоднородность, поры разного размера. Но в макромасштабе у вас коэффициент охвата этого керна, то есть охват этого керна вытеснением. Закачиваете воду для вытеснения нефти, он большой. nearly perfect, почти идеальный, почти стопроцентный. Потому что керен это один слой. У вас модель не слоистая. То есть у вас нет несколько слоев горных пород, которые один накладывается на другой, у каждого разная проницаемость. У вас один слой, один layer. И поэтому коэффициент охвата, охват вашего керна заводнением nearly perfect, почти идеальный, можно так сказать. At these conditions, residual oil saturation is defined. При этих условиях остаточная нефтенасыщенность определяется как Оставшаяся нефть there remain in oil saturation in the core plug внутри образца керна, образца горной породы. When oil ceases to be produced, когда нефть уже не выходит из керна. For core material that was initially at conate water saturation. Для образца керна, в скобках указывается, для образца керна, у которого изначально там была связанная вода. Что это значит? В самом начале вы свой керен насыщаете водой, а не нефтью. Вот этот керен вы насыщаете водой в самом начале. Потом эту воду вы вытесняете нефтью до тех пор, пока вы не достигаете остаточной водонасыщенности. Когда нефть уже больше не может вытеснить ни одной капли воды. из вашего керна. Это идеально. Это идеальные начальные условия. Conate water saturation. Связанная вода. Это называется связанная вода. И вы будете дальше прокачивать нефть через образец горной породы, а вода выходить не будет. Эта пленка воды, она там осталась. Если порода гидрофильная, пленка воды будет смачивать зерна этой горной породы. И только после этого вы начинаете моделировать свое заводнение. Вы закачиваете туда воду. Почему так делается? Потому что в нефтяных пластах есть вода и есть нефть в самом начале. Вы пришли туда, вытащите керен, у этого керна будет какая-то нефтенасыщенность и какая-то водонасыщенность. Как сказано в геологии, сначала была вода, потом пришла нефть и вытеснила эту воду. Но нефть не может вытеснить 100% воды. Так же, как и вода не может вытеснить 100% нефти. Окей. Вот здесь они сделали такую оговорку, взяли это в скобки, чтобы читатель имел это в виду. Хорошо. Теперь начинается такое понятие, как capillary number. и наше огорь. И в огорь. И огорь. Продолжение следует...